Здравствуйте! Это «Национальный интерес» на БТБ. Меня зовут Николай Матвеев. Сегодня в программе мы будем говорить о реформах в Украине. В свете опыта наших соседей, в свете опыта реформ грузинских, о которых часто вспоминают в украинском обществе, в те моменты, когда вообще речь в принципе заходит о неких государственных демократических реформах. Беседовать об этом будем с нашим гостем в студии экзам-министра иностранных дел Грузии, декан Кавказского университета школы управления, директор ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. Говоря о том, что некие изменения в стране, когда они назревают, они должны проводиться в определенном порядке, с определенным темпом, с определенным ресурсом. Можно ли говорить о том, что те реформы, которые были проведены в Грузии, успешно, они, ну, во-первых, прошли быстро ли, медленно, по, скажем так, оценкам территории Грузии, населения Грузии? И, ну, какой из этих опытов, возможно, Украине сегодня можно было бы перенять или обратить внимание? Спасибо за приглашение в эфир. Вы знаете, когда говорят о реформах, очень многие говорят о том, какой должен быть порядок, какой должен быть темп. Вот очередность, что сделать впервые, а потом, что сделать во вторую очередь. Про это можно говорить годами. Но главное, чтобы эти реформы начались когда-то. Вот это самое главное. Я помню, вот, когда во времена Шеварднадзе, в Польше 10 лет у нас говорили про так называемую шоковую терапию, приводили примеры Польши, Лешека Бальцировича и тех реформаторов польских. Но никто реформы не делал. Все говорили вот именно о том, что как это трудно, как в Польше другая была ситуация, как там и помогали европейцы и так далее. Но самые реформы у нас не проводились. Если проводились, то они никогда не доводились до конца. И самое главное, вот, не попасть вот в эту ситуацию, в эту дилемму, когда говоришь о реформах и ничего не делаешь. Когда власть сменила в 2003 году и когда Саакашвили начинал вот эти реформы, конечно, там думали о очередности, но реформы начались. И они начались, в принципе, параллельно. То есть, вот, нельзя сказать, что вот что было впервые. Началась реформа полиции или реформа, там, образования или экономические реформы и так далее. То есть, все это происходило одновременно. А, в принципе, это понятно, потому что мы были так отсталы от вот этого прогресса европейского, что ждать, пока одна реформа не закончится, пока она не даст результат и перейти потом на вторую реформу, ну, это пришлось бы ждать просто долгими годами. Поэтому я думаю, что у Украины сейчас та же самая дилемма. Вот многие говорят о реформах. Есть разговоры о том, что в первую очередь, что во вторую очередь. Но главное, надо начинать. Надо начинать все это параллельно. Конечно, реформы, они болезненны всегда. Реформа значит, что некие люди потеряют свои работы. Что-то изменится, да? Привычный уклад жизни. Конечно, привычный уклад жизни изменится. Но этому надо быть готовым. Поэтому самое главное во время реформы, это чтобы была политическая воля. И если есть политическая воля на самом высоком уровне, тогда реформы намного легче проводить. Но я вижу, что в Украине есть вот эта политическая воля. Хотя из-за того, что у Украины население больше, экономика побольше, страна гораздо больше, чем Грузия, только политическая воля на верхушке, она недостаточно. Должна вот эта команда, которая будет реформирована, вот эти реформаторы, они должны быть, в принципе, на всех уровнях. Поэтому если в Грузии можно, чтобы министр был реформатором, и два его человека в неких департаментах, и это может быть главным драйвом реформ, тут, наверное, этого не будет достаточно. Надо, чтобы костяк людей во всех министерствах, чтобы этот центр какой-то создался. Поэтому я думаю, что вот это сейчас в Украине как раз и будет образовываться после выборов, надеемся, по крайней мере. В Грузии вот тот момент, когда вы сказали, что к реформам приступили, долго о них говорили, рассуждали, смотрели на опыт той же Польши, да? Что стало тем моментом, когда реформы начались? Кто стал тем движителем, который сказал, реформируем? Ну, вот эта команда, которая пришла во власть в 2003 году, в ноябре, пришла с большим мандатом. В принципе, тут есть схожесть и нынешнего украинского правительства. И у них был мандат на эти реформы. И поэтому, когда есть большой мандат, потому что у Саакашвили тогда было доверие больше 90% населения. Это редко. И, конечно, из-за этих реформ доверие населения немножко пошло вниз. И, кстати, в 2008 году он выиграл выборы чуть-чуть. У него было 51-52%, а в 2012 уже проиграл. То есть, если реформируешь страну, надо быть готовым к тому же, что, может, какие-то выборы проиграешь. Потому что, еще раз, реформы, значит, что... Всегда болезненный процесс. Всегда это болезненный процесс. Но вот это была как бы та жертва, на которую пошла тогда правительство. Кстати, во всех европейских странах, если посмотреть, которые вошли в Евросоюз в 2004 году, исключительно во всех изменились правительства через минимум два выбора. Потому что евроинтеграция, европеизация значит, что люди не всегда довольны. Хотя то, что страна прогрессирует, и она переходит на эти европейские рельсы, это очень важно уже для будущего государства, а не для именно той политической команды, которая эти реформы делает. Ну, а что, стоит понимать, что то правительство, та Верховная Рада Парламента в Украине, президент-реформатор, что они должны ощущать некую свою временность, да? По сути, они будут работать как антикризисные менеджеры, которые должны быть готовы к тому, что в связи с реформами, да, со стрессовой ситуацией для всей страны, для людей конкретных, они могут потерять некий кредит доверия, да? И что, к этому нужно быть готовыми? Ну, в любом случае. Потому что, если Украина, так же, как и Грузия, страна демократическая, то, что тут произошло, Евромайдан, вот все эти процессы показывают, что общество Украины, так же, как и общество Грузии, созрело для демократии. Это значит, что, само собой разумеется, правительство должно быть готово к тому, что это временно. Временно не значит, что два месяца, три месяца, четыре года, пять года, может, восемь, десять лет, но все-таки это временный период, когда они будут править страной. И можно тут выбирать, конечно, можно саботиться только о себе, о своих карманах, а есть альтернатива, заботиться о стране, проводить эти реформы. Я думаю, я надеюсь, что я вижу, что Украина сейчас именно такое правительство, которое может. У нее есть и политическая воля, и есть сила, есть те люди в этой команде, которые эти реформы могут проводить. Конечно, как это случится, трудно сказать. Мы увидели то, что было после оранжевой революции, это драйв были тогда, хотя тогда не все прошло так, как, например, прошло в Грузии. То есть процессы были схожи, но потом темп реформ, конечно, был другой. И вот этот риск тоже есть. Но я все-таки надеюсь, что вот эта команда, она сможет реформировать. И еще раз, чем скорее, тем лучше, потому что эти реформы откладывать, они, они, это ни к чему хорошему не привезет. Вот то, что я могу сказать с нашего опыта, все эти реформы, которые были полупроведены, которые были полуимплементированы, они под конец все-таки нас ударили. И, например, та же реформа образования, которая у нас была, считалась одним из самых ключевых реформ, самых успешных, но она не была доведена до конца. И вот сейчас мы видим, как эта реформа образования, она как бы назад откатывается, и что ее надо опять заново-заново реформировать. Кстати, процессы реформ, это такой живучий процесс, то есть нельзя вот одну реформу закончить, и сказать, что все, мы закончили, точку поставили, до свидания. Вот и мы сейчас, да, вот те реформы, например, тех же разных обслуживаний, выдача паспортов, регистрация имущества и так далее, вот то, что мы создали, вот эти дома юстиции, которые, в принципе, в этом пространстве являются самым новым новшеством. То есть такого, в принципе, нигде нет. Даже это сейчас, можно сказать, что надо реформировать. Продолжать изменять. Потому что вот могу привести вот маленький пример. Почему мы эти реформы делали? Когда были ряды за паспортным столом, когда там человек стоял в ряду два, три, четыре дня, даже недели, а там и реформировали, перешли на другую систему. На систему, так сказать, гражданского реестра. Потом эти все гражданские реестры и разные реестры потом поставили вместе в одно пространство, назвали домом юстиции. И уже и в этих домах юстиции уже появляются ряды. То есть надо что-то еще делать для того, чтобы вот это обслуживание граждан стало легче и чтобы граждане получали эти услуги за максимально короткое время. И надо опять продолжать вот эти реформы. То есть я хочу сказать, что нельзя остановиться и сказать, что все, живая точка, сейчас переходим на что-то другое. То есть повышение эффективности должно быть постоянным. Как только проводится какая-то реформа, позитивное улучшение, сразу же стоит думать о том, что мы будем реформировать и как мы это будем развивать дальше до этого идеи. Говорят о том, что реформы, по сути, в Украине продиктованы неким социальным запросом, что инициатива исходит не столько от команды реформаторов, которые пришли в администрацию страны, во власть, как говорят в Украине. Стоит ли понимать, что в Грузии была подобная ситуация, что инициатива исходила от обычных граждан? Да, у нас тоже была, в принципе, та же самая тенденция, потому что у нас самые активные фигуры и силы в гражданском обществе в 2003 году переместились в правительство, и вот этот драйв, который исчел с гражданского общества, он перешел уже на правительственный уровень. И я думаю, что сейчас то же самое наблюдается и здесь. Вот те активисты Евромайдана, которые сейчас уже пошли немножко в политику, ну, ясно, что вот это смещение происходит. И я думаю, что это очень хорошо. Хотя, есть большая разница между Украиной и Грузией. Разница в том, что у нас, когда в 2003 году революция Рос произошла и вот это смещение получилось, наше гражданское общество, оно ослабло. Потому что, вот еще раз говорю, все сильные фигуры переместились в правительство. Гражданское общество и масс-медиа, в том числе, год-два года, они были очень слабые. И потом, немножко потом подтянулись, вот после 2005-2006-2007 года. Сейчас у нас очень сильное гражданское общество. Но, еще раз, сразу после революции это не так было. Это вот первая разница. Вторая разница в том, что наш, так сказать, второй сектор, то есть бизнес-сектор, частный сектор, он не такой сильный, как на Украине. Ну, это однозначно. И денег тут много, и компаний, которые, как бы, так называемые swollen medium enterprises, вот малые и средние бизнесы, они намного сильнее, чем были у нас. И, кстати, это ключевая разница. Это значит, что в Украине возможно, чтобы некие функции, которые государство осуществляет, они были как бы аутсорс, чтобы они были переданы именно либо представителям третьего сектора, либо представителям второго сектора. У нас этого невозможно было сделать, поэтому все было централизовано вот после, в результате этих реформ, вот все эти функции государство взяло на себя. А в Украине неоднозначно, что-то так и должно произойти. То есть, это как бы другой подход к реформам, чем у нас. Кстати, это значит то, что эти реформы нельзя вот, например, грузинские реформы взять, вот прямо перенести, переложить. Но опыт можно, конечно, перенять. И, кстати, я абсолютно не согласен с тем, что из-за того, что Украина намного страна больше, что тут больше людей живут и так далее, эти реформы нельзя из-за этого проводить. Это абсолютно неправильный подход. Я думаю, реформы можно проводить и можно проводить лучше, чем они проводились у нас. То есть, у Украины потенциал для этого все-таки шире, больше, за счет того, что по-другому если говорить о скоротечности реформ, зачастую приводится в пример реформа системы МВД в Грузии и говорят о том, что, например, в Украине реформа хорошая, но под кальку мы ее перенести в Украину не можем, потому что Украина большая. И, например, уволить в единочасье всех правоохранителей и оперативно подготовить новый штат для охраны правопорядка и вообще всей системы МВД невозможно. Как в Грузии происходил этот процесс и почему в Украине нельзя? Как вам кажется? Ну, я не думаю, что в Украине нельзя. Но я сейчас не говорю, что надо всех увольнять. Но просто я не думаю, что вот этот подход изначально, что нельзя это сделать, потому что у нас очень много людей там работает, что этот подход правильный. Потому что у нас как было? У нас, да, реально за ночь уволили всю, весь ГАИ. То есть ГАИ упразднули, всех людей уволили. Потом был новый набор. На протяжении двух-трех месяцев у нас полиции вообще не было. В это время криминальность упала. Потому что именно полиция была замешана в большинстве случаев сама в криминале. Потом был новый набор. Кстати, под этот новый набор попали и старые, которые работали в милиции. Старые сотрудники, которые себя хорошо в частном уровне, за ночь всю полицию украинскую уволить, это, конечно, может не выйдет. Но можно начинаться как бы с разных частей вот этой системы. И вот этот принцип можно туда переносить. Хотя, еще раз говорю, главный это стратегический подход. Что надо делать? Надо строить новое или надо реформировать старое? Потому что, если старое реформировать, это будет реформированное старое. Это не будет новое. И если вот это понимать, то надо потом уже искать методы, искать инструменты, как строить что-то новое. Может создавать что-то параллельное, может одно, не знаю, менять функции. То есть, главное подход. У нас был этот подход, что старое не работает, ее реформировать просто не имеет смысла. То есть, нет смысла делать какой-то косметический ремонт в разваленном доме? Да, проще его просто перестроить. Это будет евроремонт в доме, который разваливается. Но это ничего не изменит. Может быть, на год, на два года это протянет, но реально результаты не дать. И, кстати, будет еще труднее это уже потом реформировать. Потому что намного легче разрушить одну коррупционную систему, чем разрушить систему, которая состоит из трех или четырех слоей новых коррупционных систем. То есть, намного легче так это относится. И у нас это очень хороший опыт. Вы знаете, когда есть милицейский или полицейский гаишник, который не может ни один норматив сдать, он просто не может даже сто метров пробежать за, не знаю, десять минут, его нельзя реформировать под новую полицейскую систему, под новый патруль и так далее. Потому что некое требование к полицейскому возможность догнать правонарушителя, если вдруг он побежит. этот человек может там упражняться два года, три года, но, понимаете, очень много ресурсов идет на то, чтобы из этого человека сделать уже нормального патрульного. Поэтому подход, тут социалистический подход. То есть, если исходить из того, что никто не потеряет работу, что все останется так, как было раньше, тогда, конечно, реформы не имеют смысла. Поэтому реформы, еще раз говорю, значит то, что что-то должно измениться. Вот, например, система образования. Вот почему мы не смогли до конца ее реформировать? Потому что на какой-то степени подход был такой, что вот лучше не трогать, например, профессуру, старую профессуру, которая, ну, как бы, прижилась к коррупционной системе и она, в принципе, ее очень трудно реформировать. И был такой подход, что лучше этого не делать, потому что мы уже потеряем какие-то политические очки и так далее. Вот это сейчас на нас бьет обратно, потому что вот эта старая, так сказать, профессура, прижилась уже к новым реалиям. И вернула все на круги своя. Да, и вот сейчас уже намного трудно ее реформировать. Я думаю, что в Украине, кстати, та же самая проблема в том числе и в системе образования. У нас сейчас остро стоит вопрос принятия антикоррупционного законодательства. Каков опыт Грузии в этом вопросе? У нас предлагают создать некое антикоррупционное бюро, которое бы занималось расследованием, было бы от кого-то зависимым, от кого-то независимым. По какому пути Грузия пошла? У нас до 2003 года было несколько антикоррупционных вот таких институтов. Одна была из семи человек, потом другая из тринадцати человек. То есть вот эти институты, они создавались, но реально коррупция из-за этого не уменьшилась. То есть институты и закон коррупцию в принципе не уменьшает. Что уменьшает коррупцию, так это реальные шаги, которые надо предпринимать на разных уровнях, в том числе начиная с самого себя. То есть когда президент, когда его команда, когда министры, замминистры, они не берут взятки, вот эта система рушится. Когда создаешь какой-то там какой-то орган, который этим занимается, и взятничество продолжается в структурах, это только ничего не сможет сделать. Это просто миф, что какой-то независимый орган, который, кстати, он должен же как-нибудь был создан, либо парламент его создает, либо президент, либо какой-то инфут там есть. Этот орган, если он видит, что коррупция продолжается, что нет политической воли для борьбы с коррупцией, они ничего не будут делать. Может, они что-то там напишут, одного, двух, трех человека, или на каких-то институтах будут... Создут видимость. Да, видимость, но это реально не будет борьба с коррупцией. Поэтому, да, конечно, важно, чтобы были такие институты, важно, чтобы меняли закон, но тут не в законе института хотел, а тут именно политическая воля и конкретные шаги, в том числе к своей команде. Вот это самое главное, что самый главный наш опыт. Поэтому у нас, когда, например, знаете, вот я вот рассказывал эту историю, когда у меня был такой опыт, что один раз я попал как бы на пункт, вот этот полицейский, который на гаишник, гаишный пункт, и я своими глазами видел, как там гаишники стояли с секундомером, выходили, у них было 5 минут, они останавливали любые машины, брали взятки и обратно. И потом через 5 минут закончилась смена одного, выходит другой, и там реально вот секундомерно говорили, что все время вышло, сейчас давай новый. Дай мне поработать. Да, дай мне поработать. И они вот брали вот эти деньги. Эту систему невозможно упразднить какими-то там бюро антикоррупционными или структурами. Эту систему можно упразднить только так, когда министр внутренних дел говорит, что этого уже нельзя делать, потому что эта система работает на принципе, что ты даешь потом взятки, то есть ты даешь свою долю вышестоящему, тот еще вышестоящему и так далее. Вот если эту систему надо рушить с конца, и вот тогда эта система может обрушиться. А по-другому? Известно, что министр внутренних дел в Грузии в свое время разъезжал на своем стареньком автомобиле и просто собственно лично проводил работу на дорогах для того, чтобы выявить какие-то схемы. В том числе было и так, и в том числе были очень многие, была такая практика, что проверяли своих же сотрудников, проверяли новый патруль, проверяли вот эти разные инструменты, институты, которые мы выстроили, например, по выдаче паспортов и так далее, то есть подходили люди, которые были, которые предлагали взятку и так далее. Проверка провокации, да? Да, вот провокаторы, которые проверяли. И из-за этого, из-за этой практики тоже очень много нарушений было выявлено. То есть это такой комплексный подход, то есть надо сделать и то, и то, и то, но просто создавая институт, просто принимая закон, этим очень трудно что-то решить. И самое главное еще, что у нас произошло, так это вот эту систему мотивации для коррупции надо немножко, надо убирать. То есть надо, например, повышать зарплату. Потому что если госслужащий получает зарплату 200 долларов, то что бы ты ни реформировал, невозможно, что он на эти 200 долларов просуществует. Поэтому он будет просто искать альтернативные пути дохода. И, конечно, коррупция, это будет как бы первый выбор для него. То же самое, кстати, в вузах и в университетах. Когда профессор получает зарплату 150 долларов, он, конечно, будет просить студента, чтобы он ему заплатил за высокую оценку. Это невозможно менять законно, это надо менять практическими шагами. В нашем случае то, что мы сделали, так это мы повысили вот эти зарплаты просто на 400-500 процентов. Конечно, это удар по бюджету, но доход от этого, так сказать, или прибыль от этого в торговляционной перспективе намного выше, чем сейчас экономить деньги, потому что нет денег на повышение. Кстати, то, что мы еще делали, так это полная либерализация вот этой государственной бюрократии. То есть вот те структуры, которые у нас были, там были департаменты, где работали по 100-150 человек, которые реально ничем не занимались, выдавали там разные документы, которые в принципе не были нужны. Вот мы пересмотрели вот этот подход к, например, регистрации имущества, например, к тендерам и так далее. И оказалось, что для того, чтобы регистрировать имущество, не нужно 18 человек, которые, каждый из них удаст какую-то справку, потом справка о справке и так далее. Это все можно сделать гораздо легче, гораздо проще просто, например, построить какую-то онлайн-систему, которая будет защищена. И там два человека могут всем этим управлять. Но это, конечно, значит, что люди потеряют работу. Но альтернативы тогда нет. Потому что если исходить из того, чтобы никого не уволить, чтобы ничего не менять, тогда просто надо признать, что реформ не будет. Но вопрос трудоустройства тех людей, которые потеряли вследствие реформ работы, как-то он решался централизованно в Грузии? Ну вот, он не решался централизованно, потому что это связано с экономическим развитием. Когда все эти реформы делаешь, когда либерализуешь экономику, когда понижаешь налоги, это значит, что приходят новые инвестиции, приходят, экономика растет, то, что у нас было на протяжении последних 10 лет. Опять-таки появляются новые рабочие места. Эти люди имеют шанс туда перестроиться. Но это не было так, что вот есть какой-то орган, куда идут те люди, которые потеряли работу, и он сейчас их устраивает в какое-то другое место. Так это в нашем случае невозможно. Я не знаю, есть ли примеры где-нибудь в мире, где вот так можно от одного человека переместить с одной работы на другую. Я думаю, что это связано одно с другим. То есть, надо экономически расти, создаются новые рабочие места, и люди переходят, перестраиваются туда. Кстати, например, те же вузы. Я привожу просто в примере образования, потому что я сам тоже замешан в этой сфере. У нас появились новые вузы, в том числе очень сильные частные вузы, которые сейчас реально являются конкурентами государственных вузов. И те профессора, которые ушли, которых либо выгнали, либо не прошли конкурсы в государственных вузах, они переместились туда. И, кстати, оказалось, что многие вот эти люди, которые потеряли работу, они очень хорошие. Они сейчас конкурируют с гос. вузами уже с частного сектора. То есть, они ушли от небольших зарплат, которые вынуждали их заниматься коррупцией, и они вот в рамках сложившейся ситуации, в связи с реформами, нашли для себя новое место применения, развитие, и получают хорошие деньги. И, кстати, в том числе следствие вот этих конкурсов, которые проводились, люди, которые не прошли через конкурсы, они говорили, что они лучше, но все-таки не прошли. Вот эти люди, которые, в принципе, были жертвами реформ, они сейчас уже находятся в частном секторе и оттуда конкурируют с госинститутом. И при этом задают некую планку для госинститутов, некую конкуренцию, за счет которой и госинституты, и частные вузы все-таки повышают свою квалификацию, потому что существует некая конкуренция. Если же говорить об отношении простых граждан, простых грузинов к вопросу борьбы с коррупцией, знаем, что на постсоветском пространстве сложились за много лет такие отношения, ты мне, я тебе, мы договоримся, закон, мы все о нем слышали, многие говорят, законы создают для того, чтобы их нарушать. Простые грузины готовы в себе изменить этот подход? На сегодняшний день видите ли вы в этом прогрессе? Я считаю, что это самый большой миф, который существует, что на постсоветском пространстве нельзя жить без коррупции. Я вот тоже, когда был подросток, когда я рос, я думал, что коррупцию вообще-то выдумали мы и грузины, но оказалось, что это не так. Оказалось, что абсолютно... Так и украинцы. Да, вот все так думают, что они являются... Ну, понимаете, вот я вот последние 10 лет мне ни разу не давалось ни взятку давать, ни брать. Хотя я был на должностях разных, и у меня и круг знакомых такой, где вот такие должностные лица, или лица, у которых есть какой-то авторитет, и они могут это использовать в целях, например, взятничества. Но вот ясно, что это изменилось у нас. То, что у нас не то, что там патрули и полиция не берут взятки, а что взятничество не является частью ежедневной жизни. Вот это уже абсолютно ясно. Если это можно сделать у нас, еще раз говорю, в стране, где я думаю, что мы это выдумали, что мы вообще являются матерями отцами вот этой коррупции, это можно сделать везде. Поэтому, кстати, я считаю, что именно это является одной из самых больших проблем для Москвы. Потому что, если Москва, ну, я не имею в виду Россию, как народ русский и так далее, я имею в виду именно правительство, которое сейчас сидит в Кремле, вот если они видят, что вот эти государства, Грузия, Украина, Молдова, то, что сделали уже прибалтийские государства, если они реформируются, если коррупцию можно одолеть, если эти страны можно реформировать, то это очень плохая новость для них. Потому что они вот сейчас именно живут и расцветают на этой коррупционной системе. Если русский народ будет видеть, что это возможно в братской Украине и что вот эти реформы там уже провели и это не действует, то тогда у Кремля серьезная проблема. Поэтому я думаю, что вот это то, что сейчас происходит на востоке Украины, то, что происходило у нас в 2008 году и до того, проблемы связаны с Приднестровыми и так далее, вот это все в принципе связано так же вот с этой системой, с этой системой мышления, которая есть в Кремле, что да, мы должны им дать понять, что без коррупции, без вот такой советской жизни они никуда, ничего не смогут делать. Вот именно поэтому соглашение об ассоциации о свободной торговле Украины с ЕС является в том числе угрозой для Кремля и для России. Сергей, вам в лице представителя Грузии дальнейшего процветания в вашей стране мирного неба. Я благодарю вас за то, что сегодня были в гостях у БТБ, поделились опытом. В эфире телеканала БТБ сегодня мы говорили с экс-замминистра иностранных дел Грузии, деканом Кавказского университета школы управления, директором ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе, меня же зовут Николай Матвеев. Мы увидимся с вами на БТБ. Будьте с нами.